Без пыли и грязи в Самаре приводят в порядок пешеходные ограждения. Это один из актуальных видов работ второй половины месячника по благоустройству. В работу берутся не только пешеходные, но и бетонные барьерные ограждения на мостах, путепроводах и разделительных полосах автодорог. Рабочие трудятся круглосуточно, стараясь справиться с основным объемом задач ночью и ранним утром. Помимо мойки, ограждения еще и ремонтируют. По всей Самаре установлено 64 тысячи погонных метров ограждений. В текущем году отремонтируют порядка трех тысяч погонных метров. Из них 500 уже привели в порядок. Также ведется покраска ограждений. Покраски преимущественно подлежат ограждения ромбовидного типа и трубчатого типа. Они металлические, окрашиваются в серый цвет, преимущественно для визуального эффекта, поддержания эстетического их состояния и плюс защита от воздействия окружающей среды. Также есть оцинкованные ограждения, такие как на улице Победы, которые только подлежат мойке, окраске они не подлежат. К настоящему моменту работы выполнены на улицах Полевой, Чкаловой и Самарской. Все пешеходные ограждения окрашивают в серый цвет, установленный ГОСТом. Урны тоже приводят в порядок. Для них выбран зеленый цвет. Бордюры также не оставляют без внимания. На центральных и гостевых маршрутах для поддержания эстетического вида города и удобства водителей бордюры окрашивают в черно-белую палитру. На других участках улично-дорожной сети в белый цвет. При этом бортовой камень на многих объектах не красят. Работы ведутся на отдельных участках дорог. Для поддержания эстетического облика городских пространств стволы деревьев окрашивают водоэмульсионной краской. Выбор этой краски не случайен. Водоэмульсионка не смывается во время осадков, защищает кору от солнечных лучей. Мы уже на глаз это определяем, потому что не первый год красим. Метр двадцать мы берем и белим деревья. Это уже у нас какое-то профессиональное, уже не отберешь. Это ничего такого нету страшного. Нет, не тяжело. Уже 450 деревьев преобразились к летнему сезону. Работы организованы на гостевых маршрутах и центральных улицах. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События.